Купили, доработали, буквально полчаса потратили и пользуетесь. Оказалось, что весной я подцепил такую болячку, которая называется нажимание. И за весной я взял вот такой вот сок, вот такой вот гербер и вот такой вот Next Tool. Обзоры на них еще не сделал, ножи, кстати, интересные, но я увидел всего лишь за 7 баксов на Алишке вот такой гербер. Думаю, прикольный ножик, к нему какой-то чехольчик идет, но как оказалось, это зажим для денег, а нож уже идет как дополнение. Это я уже понял, когда его получил. На него написано, что есть пожизненная гарантия. Все почему? Потому что здесь сломать, в общем-то, нечего. Итак, сделал у нас чехол из G10 композита. Название у него, кстати, GDC Monoclip. Скорее всего, так это все дело читается. Сделан он в Китае, естественно, потому что на Алишке продается, но разработан в Орегоне, в Америке. Итак, по материалу у нас нож идет 7 хром 13 мов. Для такого ножа вообще без разницы, какую брать. 9,3 сантиметра общая длина, размер лезвия 4,4 сантиметра. Давайте вскроем, посмотрим, что же собой представляет Monoclip от Гербера. Честно говоря, я вот такие упаковки не люблю. Каждый раз приходится материться, когда их вскрываешь. Чего не сделать в коробочке. Итак, сам нож. Присутствует серийный номер. Попробуем вставить и посмотреть, как он крепится. Пождите, неужели так? Нет. Так, чего не так делаю? Ага, надо немножко нажать. Вот за такую эргономику сразу снимаю 1 балл. Чего-то я должен морочиться, разбираться с ножом. Почему я не могу его внутрь засунуть. То есть, типа, поэтому он 7 баксовый стоит. Давайте разбираться. Неужели придется разбирать? Давайте пройдемся по качеству изготовления. Итак, сам зажим для денег. Не знаю, кто таким пользуется, но взял, поэтому давайте уже рассмотрим. Клипса тугая, довольно большая. Покрытие идет вот такой вот серый цвет. В общем-то, неплохо смотрится. Сверху, как и написано, G10. То есть, приятная на ощупь такая вот текстура. Сбоку зеленоватая алюминиевая, насколько я вижу, вставочка. Все это аккуратно прикручено и, в общем-то, особых косяков не вижу. Можно, конечно, придраться. Вот здесь вот немножко два края выступают. Здесь вот они как бы за подлецо идут. А здесь вот внутрь как бы часть утоплена, а часть выступает. Итак, сам нож. Просто кусочек металла. В принципе, довольно удобно таки он сидит на пальце. Можно его вот так вот крутить, вертеть. Немножко даже в смазке. Не знаю, зачем она здесь нужна. Здесь вроде как движущихся элементов нигде не замечено. Оржавить данная сталь не должна. Итак, давайте взвесим и замеряем размер. Итак, весит он 25, практически 26 грамм. Чехол весит 65. Итого 91 грамм. Давайте замерим лезвие. Написано 4,4 сантиметра. И я надеюсь, не обманывают. Да, все четко. Толщина в обухе 2,5 миллиметра. Качество, на мой взгляд, вторая смена без света. В Китае сидела и лепила. Не знаю, то ли доступнуть нужно. Но вот здесь вот у меня ноготь влазит. А здесь вот прям четенько держится. Ну, скорее всего, надо чем-нибудь хорошо приступнуть. И напрягает вот этот вот момент. Вот он дальше не входит. А он должен зацепиться, насколько я вижу конструкцию. Вот этой верхней фигней. После этого вы в центр нажимаете и вытаскиваете нож. То есть, по факту, мы наблюдаем брак. И я подозреваю, что мне придется, к сожалению, написать на Алишку, что прислали бракованную штучку. Будьте аккуратны. Видите, я сильнее давлю, не входит. Поэтому пока немножечко по поводу качества этого гербера я расстроен. Давайте попробуем, режет ли он хотя бы бумагу. И там тоненький паракорд порежем. Начнем с паракорда. Паракорд тонкий и режется даже самыми хозбит ножами. Он легко. Здесь он режется, но, скажем так, без свиста. Хотя, приноровившись, за один прием уже получается разрезать. В общем, если что-то будете разрезать, этот нож вполне вам может пригодиться. Далее берем вот такой лист бумаги. Режет, но, в общем-то, неохотно. Здесь получается довольно-таки тупой угол. Давайте проверим, к примеру, вот этим вот согом. Ту же самую бумагу. Просто режет на ура. А здесь то ли геометрия ножа, то ли его качество, то ли качество заточки. Хотя пальцем я вот пробую. Палец хватает. А, скорее всего, здесь толстый угол идет. И в связи с этим, ну, бумагу нарезать, к сожалению, не будет. В общем-то, этого от него и не требуется. Давайте попробуем, режет ли он свою упаковку. Режет. Итак, давайте разберем вот это дело и посмотрим, почему же, почему же у нас не получается засунуть сюда нож. Закручены довольно-таки слабо. Открутите абсолютно любую отвертку. Внутри, как мы видим, зачем-то налито масло. Так что я вам советую разобрать и в любом случае вытереть, потому что оно будет пованивать. Масло какое-то не очень. Внутри масла нет. Смотрите, какая структура идет. Шайбочка, собственно, и сам винт. То есть разбирать можете с любой стороны. А теперь давайте попробуем еще раз вставить нож. Вы поняли, в чем косяк? Я понял. Объясняю. При сборке этого ножа перепутали. И вот этот вот пластик положили вверх ногами. Сейчас мы это все дело исправим. И, возможно, нож заработает. И после этого нож отлично становится на свое место. То есть буквально пару минут делов. И вы сможете починить данный нож, если вам такой же косяк придет. И то же самое, я думаю, с этим набалдашником. Мы его попробуем немножечко придавить. Итак, собираем назад. Чтобы вам всю партию прислали пересобирать. Так, есть. Ставим прослойку. Ставим заглушечку. В общем, в комплект нужно ложить отвертку. Или нормально собирать. Давайте попробуем еще раз. Все отлично. Нож зафиксировался. Хорошо сидит. Нажимаем. Вытаскиваем. Оп. Со щелчком заходит, держится. Как вы видите, нужно немножечко поработать руками. Честно говоря, никогда не пользовался такими зажимами. И вообще я не понимаю смысла в этих зажимах. Вообще неудобно. 10 евро рвать не хочется. Давайте проверим на вот такой вот бумажке. В принципе, держит. Но немножечко края получаются островатые. И есть вероятность, что при вытаскивании купюру вы, конечно, сможете порвать. Если она будет немножко ветхая. И я думаю, это без проблем у вас случится. Я его все-таки сделал практически идеальным. Для этого вот так вот ложите нож. Сверху ложите деревяшку. Становитесь. Немножечко прыгаете, прыгаете. Она запрессовывается. Нож становится вот здесь вот без отверстий. Вот эта вот накладочка хорошо сверху напрессовывается. И можно дальше им пользоваться. То есть купили, доработали. Буквально полчаса потратили. И пользуетесь. Вывод. Данный нож у Гербер получился, в общем-то, на вид интересный. Практической пользы он не имеет. Поэтому нужен ли он вам или нет, решайте сами. Рекомендовать данный нож, к сожалению, я пока не могу.